Дальний Восток В России, в Китае, в Америке это результат всегда взаимодействия таланта артиста и таланта продюсера Понимаю, почему не Индия, где тоже огромный рынок, полмиллиарда Подождите, во-первых, действия в этом направлении предпринимаются Еще услышите, будем в Индийском океане быть ноги В прошлом году в Мексике было 4 концерта Витаса, в Аргентине было 2 концерта До этого нога российского артиста не ступала в эти страны Просто Китай, знаете, это настолько ментально для нас удивительное место Причем, знаете, действительно, когда на твои концерты собираются, я имею в виду артисты Собираются 50-60 тысяч зрителей И это имеет абсолютно истеричный, какое-то поражающее воображение резонанс и успех Я могу привести пример, но это было в моей жизни Мы в сопровождении охраны, там 8 или 10 персональных охранников Нас выводили с концерта в городе, я сейчас не вспомню, Нанькинь Нас выводили после концерта через канализацию Я вам клянусь, через канализацию, потому что мы не могли выйти Ни через служебный, ни через запасной выход Там стояло, может быть, 10-15 тысяч поклонников Которые не попали на концерт, но которые хотели дотронуться до Витаса Вы можете себе представить, если вас потрогает 15 тысяч китайцев Ну, так могут порвать, как Тузя грелку И нас выводили испуганные охранники Никогда не забуду переводчик, я вам дам эти кадры Вы увидите, как китайский переводчик говорит дрожащим голосом Крутится машина для Витаса, крутится машина для Витаса А мы никак, мы с ним стоим, не можем понять, что он имеет в виду А оказывается, вокруг этого комплекса, ну вот олимпийский Машина крутится, он как завороженный Крутится машина для Витаса, крутится машина для Витаса Не может подъехать просто, да? А она крутится, потому что толпа крутится за машиной Вот в этом же формате, с этой же скоростью И машина ждет, когда снизу, с канализации поступят команды на выход У какого-то там черного запасного люка И мы реально, это было в моей жизни Охранник вышиб какую-то там заброшенную дверь, какой-то люк И мы буквально впрыгнули в машину Я думал, порвут, перевернут, разорвут Это вот было... Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва 24 Продолжение следует...